так а вот сам вид уже после того как мастика была намазана вот что мне понравилось с ней то что расход не был так как с самим праймером потому что праймера у меня ушло в два раза больше вот ну это за счет того что по праймеру неровности вот эти вот которые вы видите на них как раз и ушло в два раза больше вот этой фигни праймера ну а мастики уже ушло так как положено вот где-то кило 300 вот среднем идет у него расход килограмм килограмм 500 вот ну скажу так то что советуют мазать валиком ну я не представляю если это очень большая площадя и там действительно наливает банки вот с большой вот этой праймер и потом его просто тупо раскатывает ну еще ладно ну вот но если вот такие вот места где углы надо примыкания это все промазать конечно я удивляюсь этому всему вот по тому что ну здесь у нас ничего не будет она намокать у нас я она вместо пара пленки то есть у нас здесь будет внутри вот как я говорю в этом бассейне будет утеплитель еще сверху стяжка то есть принципе это перестраховка самих себя от того что она будет намокать потому что до этого когда подняли пенопласт вот она все здесь было мокрое то есть за лето которая здесь еще и не солнечная сторона за лето но тут ничего не просохла была сверху плитка положено и вроде бы как гидроизоляция была и пленка была ничего не помогло но прокапывал вниз во внутрь дома поэтому пришлось переделывать полностью все подрывать менять и что характерно когда советуют делать по такому варианту как вот сделал кто-то ну это такое то даже должен быть ваш собственный вариант потому что например можно вот этой мастикой ну как советует если сверху же ничего не будет а просто крыша ну вот в четыре слоя и тогда можно как бы говорить о том чтобы вас гидроизоляция сделана хорошо но это в том случае если есть куда стекать воде вот как например если бы у нас здесь вот был стек и нас устраивала эта высота то хорошо ладно кстати в некоторых местах виднеется вот такие вот не везде зашла мастика не везде зашел праймер вот и поэтому надо будет подмазывать это еще раз вот хотя не обязательно в моем случае потому что здесь все таки будет закрываться стяжкой и стяжка будет еще покрываться гидроизоляции гидроизоляции которая совсем другого формата не на битумной основе вот и она будет под плиткой находиться поэтому скажем тут другое немножко назначение этого было всего вот по щеткам купили мы щетку пластиковую вот кстати не берите пластиковых щеток щетка должна быть очень жесткой такой крепучий вот лучше всего ну я пользовался деревянной щеткой хоть она уже ворс ней был изношен вот ну вот пришлось возвращаться к старой щетки потому что новая щетка на тупо вылетела она была одним саморезом скручена вот ручка с основанием таким со щеткой деворс и все то есть поэтому сразу же берите нормальную щетку то которая крепучий не поломается потому что вот это вот пластиковая на разлетелось на первом же метре намазывания я думал я за ею зайду во все углы красивенько да ничего подобного как бы чудо не будет поэтому такая вот фигня на этом все подписывайтесь всем пока